Продолжение следует... 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 можно. Я говорю, нет, вы человек абсолютно молодой. Ну, подумаешь, вы как заболели. Так, говорю, и выздоровеете. Я ему говорю, вы еще сто тысяч раз выздоровеете. Он смеется. Мне достаточно и одного раза. Ладно, говорит, Маша, хватит припираться. Я ни в какую. И вот тогда... Тогда он мне говорит, ладно. Положите верхний ящик моего стола. Когда придет время, когда я почувствую, что что пора, я сам передам пакет Надежде Константиновне. Было облачко, что мы все решили, что он не заметил, а он едет забумаживать. Да, Маша, ерунда. Да он даже не вспомнит об этом. Просто ему там надоело. Ну, немножко затасковал. На прошлой неделе он тоже просился с Надежды Константиновной. Врачи не пустили, боялись, что застрянет здесь. Ерунда, ну увидишь. Он даже не подойдет к этому столу. Иди отсюда. Как будто и не уходил. Иди отсюда. Как будто и не уходил. Я вам не знаю, что уходил. Вот. Иди отсюда. Иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда. КОНЕЦ 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 Дорогой Ильич, прими в день своего пятидесятилетия, Солнечный привет и скромный подарок нашей выработки Кузнеца с молотом Становясь во главе рабочего класса, ты не ждал от него блеска Не ждал грановитых палат, да ты сам этого не хотел И бедный люд не мог тебе его дать Но мы, рабочие и трудящиеся, дали И будем тебе давать взамен блеска Свои горячие, залитые кровью, сердца и души Да здравствует весна 1920 года Начало всех начал Да здравствует наступающий всемирный коммунизм И дорогой Ильич, его руководитель Дорогой Владимир Ильич, победами Красной Армии Вопрос о переходе к коммунизму решен окончательно, бесповоротно Учитывая вышесказанное общее собрание полка Избрало тебя, коммуноармейцам номер один Привет отцу, возродившемуся При виде пользы своей работы Собрание ячейка РКСМ детских домов Ново-Николаевска постановила Предложить гражданину Ленину Работать не более 4 часов в сутки Дабы сберечь силы для занятий поста Председателя Всемирного Совета Народных Комиссаров В 50-й раз наш славный вождь встречает великий праздник Воскресение природы, а до пол зимы И наши юные мечты зеленая надежда окрыляет Что праздник этот наступит скоро и для всей планеты нашей Товарищи, товарищи, наш коммунистический вечер в честь 50-летия Ильича продолжается Перерыв с морковным чаем будет чуть позже Но сейчас после прослушанных воспоминаний старых партийных товарищей И в связи с отсутствием юбиляра выступает пианист товарищ Добровей Шопен, революционный этюд Владимир Ильич Но сначала, если товарищ Добровей Не будет возражать, я хотел бы сказать несколько слов Товарищ, я должен вас поблагодарить за две вещи Во-первых, за те приветствия, которые были сегодня по моему адресу направлены А во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания этих приветствий Затем мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу нашей большевистской партии Меня навели на это слово Каутского о России Который писал, что в 1848 году славяне были трескучим морозом Который побил цветы народной весны Быть может, теперь им суждено быть той бури, которая взломает лед реакции И неудержимо принесет за собой новую счастливую весну для народов Вот как 18 лет назад писал про эволюционное движение в России Выдающийся социалист С которым нам теперь пришлось порвать так решительно Эти слова наводят меня на мысль Что наша партия теперь может попасть в очень опасное положение А именно в положение человека, который зазнался Это положение довольно глупое, позорное и смешное Известно, что неудачам и упадку политических партий Очень часто предшествовало такое состояние В котором эти партии имели возможность зазнаться В самом деле, те ожидания от русской революции Которая привел славяне нашего злейшего врага Эти ожидания непомерно велики Блестящие победы, которые мы до сих пор имели Ведь они были обставлены условиями Когда на нас лежали задачи военные Задачи же, составляющие сущность социалистического переворота И в смысле экономическом, и в смысле политическом Были от нас отодвинуты Мы к ним не имели возможности приступить надлежащим образом Поэтому та опасность, на которую нас доводят приведенные слова Должна быть сугубо учтена Всеми большевиками порознь И большевиками, как целой политической партии Мне хочется выразить пожелание Чтобы мы никогда не поставили нашу партию В положение создавшейся партии Мы должны понять, что лишение нашего партийного съезда Это целая программа И она во что бы то ни стало Должна быть приведена в жизнь А это значит, что нам предстоит громаднейшая работа И потребуется приложить труда много больше Чем требовалось до сих пор Я продиктую вам письмо Письмо к съезду партии Само собой, Мария Акимовна, все абсолютно секретно Абсолютно для всех Записывайте Мне хочется поделиться с вами Теми соображениями, которые я считаю наиболее важными В первую голову я ставлю Увеличение членов ЦК До нескольких десятков или даже сотни Такая вещь нужна И для поднятия авторитета ЦК И для предотвращения того, чтобы конфликты Конфликты небольших частей ЦК Могли получить слишком непомерное значение Слишком непомерное значение для всех судеб партии Для всех судеб партии Давненько я вас не видел Раньше не разрешали врачи, Владимир Ильич С тех пор, как вы заболели Я каждый день просилась к вам Я знаю, я знаю Я час назад сказал Искулапам, что страшно волнует один вопрос И не уснуясь, не предиктую в течение пяти минут И вот вы здесь А что вы такая бледненькая? Да нет, я совсем не бледная Здесь просто очень мало света Вы тоже Что я? Ну что, дилемма? Выкручиваться или говорить правду? Нет, вы очень даже неплохо выглядите Уши торчат, уши торчат Да, Владимир Ильич, у вас глаза веселые Я очень рада, что у вас хорошее настроение Сегодня какое на число? 23 декабря Ах, да-да, 23 декабря 22 года Ой, сколько же дней я валяюсь Столько событий А я валяюсь Много событий Владимир Ильич Был пленом ЦК И он постановил, чтобы никто ничего не сообщал вам По работе, что в газетах Чтобы не волновать вас политикой И не подкидывать дрова в топку болезни В ком же это умирает, величайший художник слава? Ну согласитесь, что это верно сказано Так, что еще было на пленуме? На Сталина возложили персональную ответственность за соблюдение этого режима На Сталину? Он отказывался Но пленум настоял И я считаю, что это правильно И я буду выполнять эти условия Я буду выполнять эти правила неукосниты Более того, от всех будем требовать того же Пойдем в первых рядах Я считаю Более того, я даже вспомнил, что кому-то из великих принадлежит гениальное изречение На то и правило, чтобы были исключения Вы чувствуете глубину, а? В общем И в частности, поверьте мне тоже А все гениальное и глубокое Надо соблюдать неукоснительно Чем мы с вами сейчас и будем заниматься Исключениями Вот именно Кстати, попросите мне прислать Книгу Энгельса Политическое завещание Я сегодня с утра Перечитывал стариков История действительно носила бы мистический характер Вот если бы случайности не играли в ней никакой роли Характеры людей Характеры людей, стоящих во главе движения В числе этих случайностей Какая поразительная у них по глубине и точности Характеристика лоссаля Этот человек погиб потому, что он все связывал со своей личностью И перманентно занимался самолюбованием Как я выгляжу Вечный припев И сопоставьте это Со словами самого Лоссаля Который говорил, что родись он принцем или князем Он был бы душой и телом аристократом И его рука безусловно Потянулась бы к королевской короне Но так как он сын простого бюргера То придется ему быть демократом А? Каково? Так, пишите Под устойчивостью центрального комитета О которой я говорил выше Я разумею меры против раскола Я имею в виду устойчивость Как гарантию от раскола на ближайшее время И намерен рассмотреть здесь ряд соображений чисто личного свойства Владимир Владимирович Меня предупредили категорически Десять минут Машина Дудки Где десять, там и двадцать Я еще раз хочу предупредить вас Что все категорически секретно Хранить надо в особом месте Под особой ответственностью считать категорически секретным Я поняла Так Сталин Сталин Генеральный секретарь Сосредоточил в своих руках необъятную власть Сумеет ли Сумеет ли Сумеет ли Всегда достаточно осторожно Пользоваться ею Не уверен Не уверен Не уверен Троцкий Троцкий Его способности Чрезмерная самоуверенность Чрезмерное увлечение Чисто административной стороной дела Не большевизм Эти качества обоих Не приведут ли ненароком к расколу Принять меры, чтобы этому помешать В их отношениях Опасность раскола Есть Так, Зиновьев, Каменев Ну Октябрьский эпизод, конечно, у них не является случайностью Как и не большевизм Троцкого Да-да, меньшевизм Меньшевизм Который дает себя знать на каждом резком повороте истории Бухарин Бухарин Бухарин, конечно, крупнейший Ценнейший теоретик партии Любимец партии Любимец партии Но его теоретические Воззрения с очень большим сомнением Можно отнести к вполне марксистским Не учился И не понимал вполне диалектику Пятаков Его способности Чрезмерного увлечения администратора Владимир Ильич Машенька, перестаньте волноваться Мы все делаем правильно Я обязалась не нарушать указания ваших врачей Ну, может быть, пока хватит Да, хватит, чтобы это только начало Самое главное впереди А вот этого я вообще не знал Вы знаете, вот, поразительно интересно В 1894 году Итальянские социалисты Попросили Энгельса подобрать Эпиграф для еженедельника Эра нового Эпиграф, которому сжато была бы выражена Основная идея Грядущей эры социализма И что же ему ответила Энгельс? О том-то и дело Вы знаете, старик Накануне смерти Из всего того, что было ими написано Выбрал фразу из манифеста На месте старого буржуазного общества С его классами И классовыми противоположностями Приходит ассоциация В которой свободное развитие каждого Является условием Свободного развития всех Вы только подумайте В конце жизни Он повторяет то, что было сказано Ими в начале Как это прекрасно Как это прекрасно Принято решение Такое решение Владимиру Ильичу категорически Запрещается всякая работа Диктовка свидания Политическая информация Которая все-таки Проникает к вам Все это, простите Убивает вас А это не убивает? Не кругло у вас выходит Товарищи Владимир Ильич Ну что я могу сделать? Да понимаю Понимаю Это заколдованный круг Мне в тысячу раз Было приятнее Разрешить вам все И читать, и писать, и работать Простите, доктор Нервы Поэтому видите Не рассуждение А настроение Расскажите Побывали вы на спектакле Завтра Завтра Расскажите непременно А то в прошлый раз Они нас Такой развесистой Клюквой угостили Что мы от них сбежали Как я их воинствующий Поклонник Обязательно Расскажу Но Что вас сейчас Беспокоит? Он 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 знал Одно лишь Думы Власть Вот К сожалению Слова Судьба социализма В России Никак не рифмуется Нет, я имел в виду другое Головную боль Допустим Сейчас моя единственная боль Доктор Владимир Ильич, мы не должны с вами говорить Напротив Только об этом Только об этом Нет уж дудки Слушайте, давайте-ка поговорим по-мужски Что с вами у вас даже Губы дорожат Слушайте, меня одно интересует Кто кому дает указания Врачи Центральному комитету Или Центральный комитет врачам Мы получили от Центрального комитета Только одно указание Поставить вас на ноги И мы сделаем все возможное Даже ценой вашего неудовольствия Даже рискуя навлечь на себя ваш гнев Ну поймите, доктор Постарайтесь услышать Не услышьте меня Работа для меня Жизнь Молчание Смерти Я чувствую свою Личную ответственность За то, что будет в России Завтра Послезавтра Через десять Пятьдесят Через сто лет Поэтому я должен Понимаете, я обязан Эта работа за меня Никто не Я все понимаю Что болезнь дурацкая И все может произойти В любой момент И произойдет Самый неподходящий Он всегда Самый неподходящий Поэтому я обязан торопиться Я понимаю, что Вы и ваши коллеги правы Должны отключиться Не думать о политике Радоваться Солнцу Дышать Но это не для меня Мне не нужен Этот день Если он будет Гуплен ценой Молчания И мне не нужен Этот день Если я не раскрою Всего Послушайте, товарищ Ульянов Я в своей профессии Не первый день И поверьте Лучше вас знаю Что сейчас с вами происходит И что вам будет стоить Каждое слово диктовки Каких страданий Каких мук Много Много Да ерунда План построения Социализма Одно слово Национальный вопрос Тоже одно слово Рыбкинка Операция Индустриализация Все по одному слову Все по одному слову А зачем больше Ну вопрос образования Ответьте Цуханов Ну полтора слова Ну мы видим еще разные Маленьких грудок Ну вы хотите Чтоб врач спокойно смотрел Как пациент будет себя убивать Доктор Наше с вами дело Требует это От меня забыть о боли А от вас о том Что вы знаете Ну кого Ну чего вы боитесь Я буду так себя вести Так отменно себя чувствовать Что никто Никогда в жизни Не упрекнет вас Нет, Владимир Ильич Слуга Да Я думал Я думал Вы услышите меня Пощадите Владимира Ильича Да чего уж там Нам обоим сейчас плохо Правда Только Не знаю Кому хуже Но я ведь все равно Своего добьюсь Вы знаете Всеми правдами И неправдами Владимир Ильич Вы только не волнулись А я не волнуюсь Более того У меня даже Очень хорошее настроение Я прошу вас Передать там И всем ниже следующее Или мне будет ежедневно Разрешено работать Диктовать По 10-20 минут Или я совсем Отказываюсь лечиться По ультиматуму Именно Ультиматум У меня полный ясный смысл И достаточно Силы воли Чтобы нас на это Владимир Ильич Если вы будете пользоваться этим средством Вы лишите нас возможности Помочь вам Я прибегаю к нему Только в крайнем случае Когда на карту поставлено все Когда на карту поставлено все Господа граждане Ленин и Свердлов Настаивайте заключить мир Потому что вам Давно известно Что война у всем надоела Сейчас фронт открывают Полками и катеричьями А в январе Открой ту весь вброд Но народ же в бесть Войны не хочет И требуется включить мир Чтобы в тяжкую минуту Не поставить вас в тупик Ознакомившись с немецкими требованиями Заявленными нашей делегацией В пресс литовских Вернский губы с толком От имени рабочего революционного Урала Требует Нелепленного прекращения Всяких переговоров С правительством Евгеньева Мир с империализмом Отдание прибалтийского пролетариата Уже основавшего свою коммуну На разграбление немцам Возможен будет только тогда Когда ни один из нас Не останется в живых Многоуважаемый Ленин И остальные Сил наших больше нету Холод и голод в окопах терпеть Надобавок с родной земли пишут Что помирают неевшие Просим вас, гражданин, товарищ Ленин Кладите свои подсветные силы За мир А если жизнь ваша погибнет от плачей То память ваша, как и Иисуса Христа Не погибнуть не всегда Дай мир! Дай мир! Купянский уездный совет Заслужив условия мира Констатирует гибель революции В случае их принятия Мы категорически требуем Немедленного объявления революционной войны Рабочий класс как один Поддержит свое правительство Вперед! Да, Бухарин не с луны свалился А вы знаете, Бухарин сегодня отражает настроение Подавляющей части рабочего класса Плюс национально-патриотические настроения Мелкой буржуазии, интеллигенции И городского мещанства Да, настроение Настроение Ну, все дело в том, что мимолетные настроения класса И коренные интересы того же класса Могут и не совпадать А меня всегда занимали коренные интересы В первую очередь Они, между прочим, в неразрывном союзе с христианством Вот когда мужик дотронется рукой этой земли Которая дала ему революция Когда, во весь рост, перед ним станет опасность потерять эту землю Вот тогда он пойдет защищать А вы знаете, в чем сейчас весь гвоздь? В немедленном выходе из войны В мире Меня убеждать не надо А я себя убеждаю Вы знаете, сколько мы безобразий и глупостей не сделали в других областях Вот если мы эту задачу выполним, революция будет Да как же мы ее выполним, когда ЦК поддержал формулу Троцкого Ни мира, ни войны И тем не менее Троцкий мир подпишет То есть? Вчера, перед отъездом делегации в Брест У меня был с ним разговор с глазу на глаз И я, как глава правительства Дал подчиненному мне наркому по иностранным делам Категорическое распоряжение В случае немецкого ультиматума мир подписать Я действовал на основании решения съезда совета Предоставившему наркому неограниченные возможности В вопросе заключения мира Ну и вы что, верите ему? Я знаю, что о моих отношениях с ним что-то врут Организаторским способностям отдаю должное Что есть, то есть Но чего нет, того нет Большевизма нет С нами, а не наш Честолюбив И есть в нем что-то нехорошее Атласали Владимир Ильич, на что вы надеетесь? Он заверил меня, что мир подписывает Сегодня 10 февраля В ответ на категорическое требование немцев Народный комиссар по иностранным делам Троцкая заявил Россия из войны выходит, но мира не подписывает И отдает своим войскам приказ о полной демобилизации При этом Он абсолютно уверен, что немцы наступать не будут И что Россия в результате его тактического хода Освободится от ужасов войны и поможет разбудить революцию в Германии Сегодня 18 февраля в 12 часов немецкие войска перешли в наступление Двинский царит паника Армия бежит, не оказывая никакого сопротивления 12-я армия, обороняющая поступок к Петрограду На три четверти самовольно оставила позиции, ушла в тыл Оставлена режется Идет наступление на Луцк, Минск Началось наступление на Псков Армии фактически нет Создалась смертельная угроза Петрограду Наше продвижение планомерно продолжается Это самая комическая война, какую только можно себе представить Она ведется только по железным дорогам У русских сражаться никто не хочет Рабочие отряды, спешно созданные Лениным, дерутся смело Но что они могут сделать? Вообще, большевики давно согласились на наши старые условия Но мы не торопимся с ответом Идем все дальше и дальше Только сегодня утром отправлен ультиматум большевикам Надо прямо сказать, министерство иностранных дел, верховное командование хорошо поработали Ультиматум содержит все требования, какие только можно было вставить По этим условиям Россия теряет 4% территорий с 46 миллионами населения То есть 26% Угля — 75% Чугуна — 73% Урожая — 37% Железных дорог — 26% Ну и так далее И вот должен собраться большевистский штаб Чтобы обсудить эти условия Товарищи, прежде чем продолжить заседание от имени членов ЦК сторонников заключения мира Хочу сказать, что в Смольные все время поступают телеграммы и резолюции смех Происходит коренной перелом В настроении партийных организаций и советов Налицо явное отрезвление и освобождение от иллюзий Массовый переход на позиции Владимира Ильича Ну а теперь к делу У нас мало времени, товарищи Предлагаю свести вопрос к принятию или отклонению новых немецких условий Считаю своим долгом напомнить, что по существу мы будем сейчас решать судьбу нашей революции В этих условиях потеряно всякое приличие По-моему, надо запросить Берлин и Вену, чего они, собственно, хотят А вам еще не ясно Я полагаю, что мир можно не подписывать, а просто начать мирные переговоры Таким образом, получим мирные передышки Никакой передышки не будет, это все утопия Наше подписание мира Это усиление Германии Ну хорошо, давайте смотреть правде в глаза Подписывай этот мир Мы ничего не спасем И потом все-таки существует нравственная цена Компромисса Язва, которая разъезд душу Я считаю, что безнравственно Оставлять украинцев и белорусов в беде Бездравственно Их кровью покупать себе жизнь Для меня абсолютно аксиоматично, что без европейской революции И мы подлинного социализма не построим Так если все равно суждено погибнуть Почему же не погибнуть с честью? В интересах мировой революции целесообразно идти на возможность утраты советской власти Которая вообще теперь становится чисто формальной Вы могли, и я уверен, можем и сейчас Организовать такую революционную войну Которая так мощно ударит по Германии И так развяжет бродящие там сейчас силы Что революция у них случится немедленно Им же нужен только толчок И этим толчком можем быть мы Интересы мировой революции требуют не мира А ожесточенной войны Гибели нашей, а не капитуляции Вы спрашиваете нас, согласны мы отдать врагу половину Родины Или нет? А не лучше ли нам все вместе Вот в этом составе выйти на площадь перед Смольным И на глазах рабочих покончить жизнь самоубийством? По крайней мере честнее Ну и каков же выход? Натравить мужикам о немцах Собрать все силы в один кулак И так ударить по наглой морде немецкого милитариста Чтобы не повадно было Это будет прекрасным уроком всему империализму Если он когда-либо вздумает говорить с нами на таком языке Довольно Больше я терпеть не буду ни единой секунды Шутить и играть с войной нельзя У нас нет возможности ждать у часа Ждать это значит сдавать русскую революцию на слов Если опять запрашивать немцев Это бумажка, а не политика Мы пишем бумажки, они берут города, станции, вагоны и мак поливаем Эти условия советские власти не трогают Их надо скорее подписывать, а не затевать Новые переговоры Если вы их не подпишите, вы подпишите смертный переговор власти через неделю Они только ждут, чтобы мы отказались Как вы этого не чувствуете, товарищи? Мы давно могли подписать мир, который нисколько не гонжил революцию Но мы этого и не сделали Время и жизни ответили нам на вопрос Был ли шаг Троцкого гениальным тактическим ходом, как подомнил он И грандиозной глупой авантюрой Фактически предателем среди этой революции Подарком Вильгельму Как полагал я, откуда эта самоверность Троцкого? А теперь за эту самоверность Люди должны расплачиваться жизнями На революции вот этими грабительскими условиями Вот вам цена ошибки в политиках Опять что-то неясно, опять новые прожекты А часы не подсчитаны на последние минуты Буханин как забрался на своего ГНК Революционную войну так и слезть Беспосторонней помощи не может И война интересует, что крестьянин не пользует войны И не пойдет за нас Раз Бухарину нужно, значит пойдет Каждую минуту сотни фактов подталкивают до скрою пропасти Но факты вас не убеждают Так что же могут сделать свои слова? Если европейские революции запаздывают Если судьба осудила нас на одиночество То будем строить одни И построим Если не будем ослабить И не свалять дурака Так насиловать марксизм Как предлагают здесь Не только валять дурака, кое-что похуже Довольная теория Можно, знаете, еще долго быть Речами по наглой морде Немецкого милитариста Будем удивляться Почему они уже в Питере Левое славобудие Все равно славобудие Если единомышленники Бухарина Могли договориться до страшной Чудовищной фразы О возможности утраты советской власти То, как говорится Дальше идти некуда Это психология Мелкого Взбесившегося буржуа Здесь сейчас происходит Панихина По русской эволюции Присутствуют они Высшечеловеческие силы Вольте Политика революционной фразы Должна быть кончена Если эта политика будет продолжаться Я немедленно выхожу Из Центрального комитета И сам наркома И иду к массам Но революционного Слова буря Я больше терпеть не буду Диетелей секунды В противном случае Прошу покорничий Принять отставку Извините, Владимир Ильич Так это что, ультиматум? Вы уйдете из сам наркома ЦК Это уже раскол партии Я ставлю ультиматум Он не готов там его снимать У меня нет ни малейшей Тени Калимания Или Ясно одно Вести войну при расколе В партии мы не можем Можно сейчас Долго возражать Владимир Ильичу Но дело сейчас не в этом Необходимо максимальное Единодушие И его нет Поэтому я Отказываюсь Голосовать за продолжение войны Да Я согласен с вами Если бы партия Была достаточно сильна Чтобы вынести Развал И отставку Ленина Тогда, конечно Мы могли бы принимать решение Но теперь нет Выход, который предлагает Ленин Ведет революцию Гибели И поэтому Я на этот путь не стану И если Ленин грозит с отставкой Вы напрасно пугаетесь Надо брать власть Без Владимира Ильича Надо идти на фронт И делать все возможное А кто еще Вы Будем решать Может быть Кто-нибудь еще Хочет высказаться Тогда голосуем Только один вопрос Принят ли новые Немецкие условия Товарищи Нам перед голосованием Надо сделать перерыв Мы сейчас Возбуждены Мы не слышим друг друга Надо успокоиться Ведь именно сейчас Может произойти Непоправимое несчастье Для всей нашей партии Для всего нашего движения Мы же на грани раскола Я требую перерыва Кто еще Настаивает На перерыве Никто Кто за принятие Новых Немецких условий Голосуем Но я не могу Голосовать За миселицы Для моих товарищей А я могу Голосуем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь из пятнадцати Кто против Раз Два Три Четыре Кто воздержался Раз Два Три Четыре Итак решение о немедленном Выходе России Из войны На предъявленных Условиях Принято семью голосами Против четырех При четырех Воздержавшихся Нам нужно созидать Поэтому мир для нас Это не тактическая уловка В минуту бессилия Это смысл всей нашей жизни Всей нашей политики Лидия Александровна Голубушка Скажите Вы знаете Что делали В древности С гонцами Которые приносили Недобрые Вести А если добрые Правда Молчите Так я молчу Слушаю Комиссия по литвурусу Обещала с врачами О режиме вашей работы Принято такое решение Ленину Разрешается Диктовать ежедневно Пять-десять минут Ура Мы ломим Гнутся шведы Так Прошу покорно садиться Как сейчас Именно сейчас А то вдруг передумают Я прошу вас Владимир Владимирович Ну это не должно Настись характерной переписки Ленин на эти послания Не должен ждать ответа Давайте работать Все остальное потом Владимир Владимирович Придется Раз нам дали десять минут Было бы преступлением С нашей с вами стороны Не превратить Десять минут В полчаса То есть Ну нам палец дают А мы что же Руку не откусим Будем опровергать Народную мудрость Вы все шутите Да-да А я всегда шучу Так Пишите Пишите В нашей советской республике Социальный строй основан На сотрудничестве Двух классов Рабочих и крестьян Если возникнут Серьезные разногласия Между этими классами Тогда Раскол будет неизбежен Но в нашем Социальном строе Не заложены С необходимостью Основания Неизбежность Такого раскола И главная задача Нашего ЦК Как и нашей партии В целом Состоит в том Чтобы внимательно Следить за обстоятельствами Из которых Может вытечь Раскол И предупреждать их И предупреждать их Ибо Ибо В последнем счете Судьба Нашей республики Будет зависеть От того Пойдет ли Кистьянская масса С рабочим классом Или она даст Разъединить себя С ними Расколоть Скажи, пожалуйста, Как ставились эти вопросы На последнем Заседании Политбюро А на последнем Заседании Политбюро Владимир Ильич Было сказано Что ни друзья Ни домашние Не должны сообщать Ленину Ничего из политической жизни Чтобы этим не давать Материалы Для размышления И волнений Мне, конечно Сейчас Не хватает Материала Для размышлений И волнений Зачем добавлять Владимир Ильич Вы несправедливый Ведь Вы же сами знаете Вам нельзя волноваться Да Быстро Вас Эскулапы На свою сторону Перетянули Есть решение Раз оно есть Его надо выполнять Зачем же нам быть И рабами Самих себя Это принципиальная позиция Да Ну раз уж принципиальная Да тут уж нас не свернешь Все вокруг Как говорится Течет Меняется А у нас А у нас Принципиальная позиция Боже Да чего же Поразительно Мы умеем сочетать Черты Отчаянной смелостью С робостью мысли Перед мельчайшими Изменениями Ну а со свиданиями Как надеюсь Все таки Свидания запрещены Категорически Как же неразумно Лидия Александровна Такая государственная мудрость Сначала А потом на тебе Не богу свечка Ни черта Жаль Жаль Тут можно было бы вцепиться В каждую мелочь Вы знаете сколько можно узнать Через эти мелочи Мы бы не приняли Ни одного верного решения Если бы не знали Этих мелочей Этих мелочей Как раз больше всего боятся врачи Ну а просто вот Скажите Ну вот просто Сидеть Смотреть друг на друга Улыбаться Это можно Лидия Александровна Голубчик Тогда по старой дружбе Подсобить Пусть Харитона Со шпилькой Пустят Ну с которой день Рвутся А то ведь в окно Влезут Как в окно? Очень просто Старые подпольщики Конспираторы Влезут в окно и все Вы же их знаете Шпилька будет на скрипке играть Это самый крупный скрипач Нашей партии Уже целых шесть вещей знает А Харитон будет петь Харитон убежден Что если я их услышу Я сразу же поправлюсь У нас есть один с кем любимый роман С музыкой Чайковского А стихи Извините Я подгуляю Великого князя Константин Константиновича Романова Но Кайрус Грешневу Знаете, очень нравится Очень нравится Да Не будем Не будем рабами Самих себя Аминь Аминь Ой КОНЕЦ Что скажет комиссар? Банды Антоновы затопили кровью всю Тамбовщину. Бесчинствуют, грабят, убивают, разжигают, недовольство разверстают. Особая трудность борьбы с ними в том, что сегодня распухают, а завтра худеют. То есть? Сегодня их тысячи, завтра нет никого. Ночью на коней в налет, днем по избам отсыпаются. Бандита от крестьянина не отличишь. Вы из Сибири? Нет, я москвич, откомандирован в Томск на продработу. Ваше впечатление. Владимир Ильич, я в парке с 2004 года, мои убеждения ничего не изменят. Коммунистический дух во мне крепок, но сердце разрывается, когда увидишь, что делается в деревне. Не урожай, бескормится, падешь скота, засуха и пожары, площадь посева все время сокращается и так и далее. Скажите, а что делают продорганы? Разъезжает такой полномочный по езду, кричит так, я не остановлюсь ни перед чем, лишь бы дать сто процентов разверстки. Если этого не сделаете, я пущу себе пулю в лоб, но прежде я вас, тыщу, ножу и так и далее. Настроение у мужика совсем поганое. День спичку, пойдет пожар, как в Тамбове. И что вы предлагаете? Не знаю, я человек заводской, не деревенский, знаю. Вот что-то надо делать. А что не знаю? Как ваша фамилия? Бутузов. Бутузов. Ваше предложение? Владимир Владимирович, сегодня наш губком постановил снять с губернии продоразверстку полностью и освободить из тюрем крестьян, попавших в банды Антонова по принуждению и темноте. Поздравляю вас с освобождением из тюрем. Ну, по-моему, это не то место для серьезного крестьянина. Накануне посевной, а? Если не то, так не сажали бы. А вы будете стрелять, поджигать, убивать, а советская власть вам аплодировать? Гражданин Ульянов Ленин, мы советскую власть признаем, мы ее любим, но нельзя нас так объиграть. Потому и подались к Антону по темноте нашей. Ведь мало того, что возьмут весь хлеб и не поверят в той или иной часть, сейчас же изгеляются над тобой. Вот что для человека нестерпимо и хуже всего. Антон, это преступление, это не политика советской власти. А вы мне это напишите? Да, напишу, обязательно пишу. Гражданин товарищ, я тебе прямо так скажу. Был я зеленый, покой красный ей, и сделали мне белым. Благодарю. Гражданин Ленин, мы не против коммунизма. Нет? Нет, мы совсем не против ее. Мы только просим коммунизму от нас оттелить. Пусть коммунизму будет сама по себе, а мы сами по себе. Государству, рабочему классу нужен хлеб. Дать его нам, кроме как крестьянам, некому. Рабочий встанет на ноги, поднимет заводы, и крестьяне получат все, что им необходимо. Поэтому крестьянам нужно несколько початься с тем, чтобы избавить от голодной смерти рабочего. Ну так вот и сцепить надо крестьянина с рабочего. А как? Торговлюшку бы открыли. Да мы-то понимаем, что хлеб нужен. И не только понимаем, но и дадим его. Но для нас, мужиков, хуже всего неизвестность. То есть? Разверстки, я говорю, пашет крестьяне землю и не знает, что с него в осени возьмут. Много защитить, с него много возьмут. Мало спашить, только для себя стране невыгодно. И все одно и эти кроки возьмут. Что остается мужику? Одна дорога к кантону. Вы торговлюшку бы, гражданин Ленин, открыли. Если за место разверстки, черную подать, весной скажите, по осени возьмем стольки. А остальное, мужик, твое. Так вот тогда, Антонову, крышка. Вот, гражданин Ленин. Это письма к истянам. Нужно немедленно сделать копии и разослать всем членам ЦК и наркомам. Ну что, забастовка? Госзнак. Поставать начали вчера, а сегодня утром провокатов убили одного рабочего. Начали кричать чекист, убивает рабочих. Коммунистам говорить не дают. Волынки, судя по всему. Присоединилось несколько заводов. Причины мне нужно знать правду. Наголодал наш рабочий. Хлеб. Заводы стоят, работы практически нет. Ерундовиной занимаются. Одни зажигалки делают, другие берут мешки в деревню. А у нас кадровых рабочих раз-два и обчел. Ослаб наш рабочий, Владимир Ильич. Совсем ослаб. У нас в России народу 135 миллионов. Так? А наш рабочих всего один миллион. Если дальше так дело пойдет, так диктатуру патриата нам не удержать. Необходимость перемен осознается всеми. Вопрос только в том, каких, каких перемен. Что скажете московские комитеты? Плохо с хлебом, Владимир Ильич. Воспользовались СССР и меньшевики, закрутили людей. Мы сейчас подключаем губчика. Не надо. Да почему, Владимир Ильич? Да пора эту сволочь ударить по рукам, обезвредить и доконать. Не надо. К сожалению, нас в Москве из ответственных работников 90 человек из 100 считают, что в этом все дело. В том, чтобы обезвредить, ударить по рукам, доконать, это полтела. Извечатель. Люди просят-ка что-нибудь изменить, чтобы легче стало, а мы профсоюзной дискуссией занят. Шумим, братцы, шумим. А народ требует от нас совсем другого. Давайте-ка позвоните всем, кто есть сегодня в Москве и пошлите на заводы. Давайте. Калинин, Сталин, Ярославский, Цурюпа, Сдержинский, Томский. Все, кто есть сегодня в Москве. Что говорите? Правду. Правду. Говорите, переходим от войны к миру. Трудности неслыханные. Часть не могли предусмотреть, а часть ошиблась. И ЦК ошиблась. И Савдарком. Ошиблись с распределением топлива в продовольствии. Яшимся. Ищем выхода молочных рек. Не обещайте, но сделаем все возможное. Срочно запишите в Грюханову выделить из золотого запаса 10 миллионов рублей на покупку за границей хлеба. Я понимаю, конечно, что этим проблему не решишь. Но хотя бы немного поможем людям. Думаю, что скажет наркомат в земледеле. На наш взгляд, Владимир Ильич, единственный выход из кризиса ту же, еще ту же завинтись в пресс государственного регулирования. Довести его до каждого крестьянского двора. Взять крестьянина в такие тиски, чтобы не вырвался. Армия сейчас свободна. Она поможет нам осуществить этот план. Только так накормим город и построим тяжелую промышленность. Вы просто завинчивы. Троцкие гайки. Прямо какое-то слесарное мышление. А не боишься, что сорвем резьбу? Сейчас это детали. Нет, это не детали. Что же, значит, опять продолжать политику военного коммунизма? Да, продолжать, безусловно. Эта политика была вынуждена. Она целиком оправдана во время войны. Она дала нам возможность победить и отстоять республику. Но возможность, чтобы сейчас эта политика вывела страну из руинца. Как сейчас ищет, взвешивается. Не та ситуация, Владимир Ильич. Процессом необходимо овладеть немедленно, сегодня, сейчас же. Не кажется ли вам, что когда в политике думаешь о сиюминутном результате, всегда проигрываешь в отдаленной перспективе? Или после нас хоть потоп? И так снова принуждение. А вовлечем ли так крестьянина в строительство социализма? Крестьянин по сути своей всегда будет враждебен социализму. Вот в разрушении вовлечем наверняка. Это последовательная, ясная политика. Повторяю, осуществить ее можно при помощи армии, органов ЧК и инвестиции. И если поддержать ее умной пропагандой... Политическая трескотня вместо хлеба. Мы сейчас столкнулись с самым большим внутренним политическим кризисом в Советской России. Я надеюсь, что это в первый и последний раз в нашей истории, когда крестьянская масса неосознательна, а инстинктивна по настроению против нас. И вы предлагаете ничего не менять. Но что же эта позиция? Крестьянство враждет на социализм. Тоже позиция. А не кажется ли вам, что только от нас с вами сейчас зависит, будет ли крестьянин союзником рабочего класса или его врагом? Только от нас с вами 10-20 лет правильных соотношений с крестьянством и обеспечена победа. Или 20-40 лет контрреволюции, белогвардейщины и террора. Или третьего не дано. Я не сплю по ночам, листаю Маркса. Я мог бы привести вам сейчас десятки цитат, но дело сейчас не в этом. Ясно одно. Нельзя собственными руками возрождать мелкобуржуазную стихию. Нельзя объявлять себя банкротами перед всем светом и собственным народом. В том году мы обещали победу коммунистических отношений. Обманули, даже если что-то не получается. Зачем об этом кричать на весь свет? Владимир Ильич, по вашим вопросам и запискам на совнаркоме, я понимаю, к чему вы склоняетесь. Но все это противоречит марксизму. Теория здесь даже не ночевала. Дорогой мой, теория для нас это руководство к действию, а не самоцель. Как вы можете за чистоколом цитат не видеть жизни? Не того надо бояться, что мелкая буржуазия, мелкие капиталы выражены. Надо бояться того, что слишком долго продолжается состояние крайнего голода, нужды, недостатки элементарных продуктов. Это из-за этого текает обессиливание пролетариата и невозможность для него противостоять. Такие мелко буржуазные колебания и отчаяния. Вот это страшнее. Да, мы говорили о коммунистических отношениях в ближайшем будущем, потому что предполагали, что движение наше будет идти по прямой линии, оно пошло иначе. Что же нам переть на пролом ради верности и резолюции? Кто сказал, что мы обязаны быть идиотами? Заметили, нужно сказать народу правду. Только соглашение с христианством может спасти революцию в России. Необходимо отступить. Необходимо отступить. Не страшно отступление, когда политическая власть в наших руках, страшны иллюзии самообмана, губительна боязнь истины. Надо ломать и гнуть отжившие идеи, когда это требуют интересы народа. А от Разверски, ну никакого житья нету. Я вот, это, Вологодский, ты запиши. Я говорю, от Разверски никакого житья нету. Комиссии эти ваши, вы поспешите отменить. Эти комиссии, они свата-брата защищают. Польша нужна комиссия, но только, чтобы не брала. Вот. Все, ну все, все берут. Эти ваши люди, они только портфели носят. Они же ничего не делают. Ничего не делают. Если вы не можете заставить их делать, так вы дайте нам разрешение. Мы сами все сделаем. Вы дайте мужику-то показать себя. Наверное, да. А также при Разверски, ну одинаково облагается. И Лодарь, старательный мужик, это несправедливо. Лодаря подхлестнуть надо, он сам себя бедняком обзывает. А ты копни его поглубже, ты копни. Он на печке с глажкой валяться. Лодарь, а? Он не бедняк. А если на деле ни сахи, ни бараны нет? Их нельзя на бедняка валить и много взыскивать. А ты отметь там в законе, что надо поддерживать бедняка, отобрать у кулаков и дать нам. Верно. Он теперь нет. Все сравнялись. Всем плохо. Товарищи, мы собрали вас, беспартийных крестьян, делегатов съезда советов, чтобы через вас услышать крестьянство России. На автоком шуме ничего не поймешь. Говорите по очереди. Вы всех выслушали. С трудовой повинностью как? Людей не кормят, а посылают работать, возить в зимнее время. Женщин, девушек, гоняют дрова рубить. Они приходят туда голы, боссы, плачут. Дрова из подпалки заготовлю. Я без бюджейка странской губернии. Вот я вам и говорю, дрова-то вам из подпалки заготовлю. А вот сельское хозяйство... А-а-а! Хотите страну из разрухи вывезти? Нужно советской власти на крестьянина опереться, как на костырь. А то потерял крестьянин доверие к советской власти. А налогом можно поправить? Что-что? Думаю, поправите. А если объявить про налог заранее, будут сеть больных? А как? Кажется, половину, допустим, забираем. И будут, ведь хозяйственный интерес. Значит, вы за налог. Мы за налог. А я, господа, товарищи, вы, мои любезные, с московской губернии. Пережил я трёх царей. И Александра Освободителя, и Александра Миротворца, и Николая Виноторговца. И говорю, что слава богу, что этих помазников больше нету. Когда они были, я за печкой с тараканами сидел. Ни земли, ни хлеба у меня не было. А теперь, глядите, где я сижу. В Большом театре, как полномочный делегат съезда. И говорю я вам, как самый умный. При таких обстоятельствах, когда вместо развёрстки будет налог, хозяйство мы наше советское наладим. А как же, ведь это вы хоть рабочий нам руку протягивает. А мы ему тоже пять построим мы чисто, честно, скромно. Только не забывайте про Карла Маркса. Да-да. Делает простое. Вот у человека две руки. И он одной обязан работать для государства, а другой для себя. И тогда всё пойдёт по-научному. Когда развёрстки, я сам хлеб в землю взрывал. Боялся. А теперь буду держать открыто. Бояться не буду, потому как налог. Первым отдам. Гристианство в России это основа. Ну вот как в этом театре. Потолок – это рабочий. Стены – это крестьянство. Окна, двери – интеллигенция. Сними крышу. Всё зальёт. Не резон. Задей окна, двери. От духоты и спёртости задушишься. Не резон. Подкопайте стены. Всё здание рухнет. Потолок обвалится. Окна, двери лопнут. Погибнет крестьянство. Всё на Руси погибнет. Так Карл Маркс говорил. И меньшой брат его по фамилии Энгельс. Хорошо, хорошо, отец сказал. От души, благодарю тебя. Да, это уж больно ты ласков с нами разговариваешь. Уж не думаешь ли и нас коммунистами сделать? Да не делайся, не делайся, отец коммунистам. У нас этих деланных коммунистов, знаешь, и так хватает. Скажи, а куда крестьянин будет девать излишки? Что, продавать? Ну? Так, значит, нужна частная торговля. А что, если так? А что, если так? Удовлетворить желание беспортильного крестьянства, заменить разверстки хлебным налогом. Да, мы намечали это ещё весной 18-го года, когда у нас была короткая передышка. Но это, конечно, новый этап. Новая политика. Поворот на всём ходу. Да, не будем. Не будем рабами самих себя. Восстание в Кронштадте. Состоялось общегородское собрание рабочих солдат-красноармейцев. Принята антисоветская резолюция. Кронштадт отказывается признавать власть совнаркомов ЦИКа. Создан мятежный временно-революционный комитет. Во главе событий угадывается бывший царский генерал Козловский. Лозунг. Советская власть без коммунистов. Я ненавижу, я ненавижу сладенькое, чиновно-коммунистическое враньё. Две недели назад парижские газеты писали витежи со всеми подробностями. Я звонил Зиновьеву в Питер, как в Кронштадте, как идут дела. Всё в порядке. Всё в порядке временной незначительной трудности, которые преодолеваются. Две недели меня кормили чиновничьим чаймом. Защищай честь Зиновьевского мундира. Эх, эта проклятая честь мундира. Нас губит враньё! А вся белогвардельщина хохотала над нами. И весь слепо-глухо не видит, что у них под носом. Личванливые сановники. Демонических истин им дороже их возвышающий обман. Две недели. Две недели. Вы знаете, что можно было сделать за две недели? Партия должна упреждать такие вещи. Как можно было довести до этого? Правда не должна зависеть от того, кому она будет служить. Всем нам стыд и позор. Стыд и позор. А теперь придётся стрелять. Вчера ещё можно было говорить, а теперь придётся стрелять. И вот вам расплата за роскошь несвоевременной дискуссии. Если бы съезд собрался 6 февраля, как планировалось раньше, и месяц назад принял бы решение о замене развёрстки хлебным налогом, мы выбрали бы из рук парижских стратегов. Козырную карту. Да, если бы ноговы, снявши голову полосами пачки. Владимир Ильич, пушки Кронштадта, корабли, направленные на Петроград, требуют передвычки власти советы без коммунистов. Прекрасный лозунг. Мостик, по которому пройдут белогвардейцы. Всё сплелось в тугой узел и перемешалось. И реакции на тяготы военного коммунизма. Это почва мятежа. Наше опоздание. И умелое, по-другому не скажешь. Работа наших закадычных друзей. Мелко-буржуазная контрреволюция. В такой стране, как наша, это опаснее, чем Теникин, Колчак и Еденич вместе взятые. Значит, с ещё большей утроенной энергией надо проводить нашу новую политику. С тем, чтобы раз и навсегда ликвидировать разрыв щель между партией и массой. Щель между рабочим и христианством. Щель, которую кое-кто за границей, да и у нас, хотели бы превратить в пропасть. Товарищи делегаты партийного съезда, Враги, потерпев неудачу с интервенцией, пытаются взорвать нас изнутри. Наш ответ спокоен и сосредоточен. Терпеть нарыв. На деле страны партии не будет ни секунды. О сожительстве с врагами революции речи не может быть ни сегодня, ни завтра, никогда. Взять крепость можно только с моря. Весна началась, подвижка льда и лёд. Знаете ли, некрепок президиум съезда считает, что во главе частей Красной Армии на штурм фортов Кронштадта должен пойти цвет, цвет нашей партии. Делегаты настоящего съезда, добровольцы, добровольцы приглашаются на сцену. Красной Армии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...